Этот человек и его служение абсолютно не нуждаются в представлении для тех, кто смотрит передачи «Победоносный голос верующего». Сегодня с нами доктор Лерой Томпсон. Лерой, пусть Бог благословит тебя. Я знаю, насколько ты занят. Да. И ты уделяешь время и приходишь сюда и благословляешь всех нас. Это просто захватывает меня. Спасибо, что ты приехал. Да, я рад быть здесь. Знаешь, когда ты в прошлый раз приезжал, ты приехал тем утром и сказал, «Я не знаю, как это местописание подходит к тому, что Господь хочет, чтобы мы сделали, но я просто не могу брать его из моего сердца». Это третья глава книги Откровения. Да. Я сказал, «Хорошо, прочитай его. Давай просто посмотрим, к чему бы оно подошло». Я помню это. Мы просто начали с этого, и пришло слово от Господа о том, что это время открытых дверей. И Иисус открывает двери, которые никакой бес, никакой человек не может закрыть ваши жизни. И то, что выглядело в прошлом как неудача и поражение, осуществится в грядущее время. Я хочу, чтобы ты знал, Иерой Томпсон, есть вещи, которые осуществились в моей жизни, в отношении которых я сражался, и о которых верил Богу еще с тех пор, как начал служение. Не просто одна, а несколько. И во всем служении. Есть свидетельство за свидетельством. Хвала Господу. Да. Открытые двери. И именно это в точности и произошло. И это также не прекратилось. Это продолжающийся процесс. Это не относилось только к какому-то определенному периоду. Это продолжается. Иисус открыл двери. И нам только нужно подняться и войти в них. Это происходит по всему миру, слава Богу. Этот человек сегодня со мной. Слава Богу. Знаете, я изучал вместе с ним. Я изучал вслед за ним. Я слушал его проповеди и читал его книги. И научился так многому от него. В особенности тому, что касается небесной экономики и экономической структуры, которая есть на небесах. И доступна нам здесь, на земле. И это благословение Господне. Оно обогащает и печали с собой не приносит. Да. Когда вы пытаетесь собирать здесь, в мире, возможно, вы соберете много имущества, но вы соберете и мирскую печаль, которая приходит вместе с этим. Вот в чем недостаток этой мирской системы. Верно. Но мы здесь для того, чтобы узнать у этого человека все, что у него есть. Аминь. Мы получим от него некоторую информацию. Божественную информацию Святого Духа. Поэтому давайте сегодня откроем Библию на 11 главе послания к евреям. И начнем здесь с 3 стиха. «Верую познаем, что веки устроены Словом Божьим, так что из невидимого произошло видимое, или произошло из чего-то, что вы не можете видеть». Лерой, Я слышал, как люди говорят, «Ну, знаете, Бог создал мир из ничего». Нет, это не так. Нет, нет, нет. Нет, Он создал его из чего-то, что вы не можете видеть естественными физическими глазами. Дух и свет. Дух и свет. Аллилуйя. Своего слова. Хорошо. Слава Богу. Поэтому сегодня мы хотим начать говорить о том, как устроить ваш финансовый мир Словом Божьим. «Бог проговорил ко мне несколько лет назад о том, чтобы духовно устраивать те вещи, которые Он пообещал нам. И само место Писания говорит, «Верую познаем, что веки устроены Словом Божьим, так что из невидимого произошло видимое». В устроении, брат Коупленд, сначала необходимо иметь основание, и поэтому мы будем создавать основание и Слово Божьего в отношении финансов. Затем мы будем устраивать и затем производить завершающую обработку. Итак, эти три вещи — основание, устроение и завершающая обработка. Но для того, чтобы сделать это, необходимо разобраться с некоторыми вопросами в теле Христовом. И вот, что Господь сказал мне по этому поводу. Господь дал это мне. Он сказал, «Необходимо разобраться с массовым, организованным, внедрённым и одобренным невежеством». Необходимо разобраться с массовым, организованным, внедрённым и одобренным невежеством в отношении богатства Божьего и завета богатства. И я спросил у Господа, «Как ты хочешь, чтобы я разбирался с этим?» Он сказал, «Телу Христову необходимо слышать это, потому что многие люди, страдающие финансово, не должны страдать. Они любят Бога, они являются даятелями, но они не принимают урожай обратно так, как должны». Итак, я получил слово от Господа в другой день. Господь сказал, «Это время для проявления десятин». Да. Я проповедовал Форд Лодердейли во Флориде, и он дал мне это. Это время для проявления десятин. И я верю, что это слово от Бога. Я верю, что те, кто отдаёт десятину, те, кто действовали в Божьей экономической системе, начнут видеть великое проявление своей десятины. И сразу вслед за этим Господь сказал мне, «Каждый шаг будет шагом умножения в этом году». Каждый шаг. Я имею в виду, когда вы идёте из спальни в кухню, каждый шаг будет шагом умножения. И я слышал, как Дух Господень говорил это, и Он сказал мне сказать это телу Христову, и нам нужно подняться со сверхъестественным ожиданием того, что эти вещи произойдут. Но для того, чтобы разобраться с невежеством, которое поразило тело Христова и Церковь, я хочу посмотреть место Писания в книге Экклесиаста, которая указывает на что-то очень важное. Десятая глава книги Экклесиаста. Это место Писания указывает на что-то очень важное. Ошибочная ситуация, с которой необходимо разобраться. И я верю, что Святой Дух хочет разобраться с этим и открыть наши глаза на некоторые вещи, что будет благословением для нас, чтобы мы могли начинать устраивать или устроять наши финансы Словом Божьим. Есть много обетований в Слове Божьем в отношении богатства, умножения и изобилия, и они принадлежат телу Христову. И это наше духовное право по рождению. Но это не произойдёт автоматически. В пятом стихе, десятой главе книги Экклесиаста, сказано, «Есть зло, которое видел я под солнцем». Это как бы погрешность. Он называет это злом и погрешностью, происходящее от властелина. Невежество поставляется на большой высоте, а богатые сидят низко. В седьмом стихе сказано, «Видел я рабов на конях, а князей, ходящих подобно рабам, пешком». Читая это местописание, я увидел тело Христова в действительности не на своём правильном месте, на уровне финансов, на котором мы нужны Господу для того, чтобы выполнить поручение на земле. И я видел это как зло, как погрешность, как ошибку, состояние, в котором тело Христово находилось в финансовой сфере. И Бог хочет, чтобы у нас был великий прорыв. И поэтому есть некоторые вещи, которые Господь хочет открыть. Я верю, что если мы сможем принять участие в этом верой, у нас будет взрывное финансовое движение в теле Христовом. И мы сможем проповедовать Евангелие и осуществлять наше видение и поручение, не испытывая препятствий со стороны мирской оппозиции. Но в этом месте Писания я увидел три вещи. Я увидел зло, я увидел погрешность, и я также увидел, что это можно исправить, если у человека будет мудрость Божья. И есть семь ключевых факторов, которые каждый верующий должен обязательно знать относительно финансовой ситуации, о своей финансовой ситуации и как ее изменить Божьим способом. Я буду говорить о семи вещах, которые я пережил в своей жизни, которые привели меня в Божье финансовое благословение. И это как снежный ком, который постоянно скатывается по снежному склону и становится больше и больше все время. Но есть конкретные вещи, которые вам нужно знать и конкретные вещи, которые вам нужно делать. Четыре вещи, которые Бог открыл мне около более 12 лет назад, и я позволил этим вещам ускользнуть. Но Бог напомнил мне их и сказал, «Ты должен учить этому тело Христова, чтобы они поняли, когда я разбираюсь с ними и в какое место я пытаюсь их привести». Поэтому Он напомнил мне, и я начал снова учить этому, и поэтому я поделюсь четырьмя вещами, теми вещами, которым Бог научил меня на основании второго послания к Тимофею 3,16. Это сильное место Писания. Я вижу здесь в книге «Экклезиаст», в этом седьмом стихе, «Видел я рабов на конях, а кризи, ходящих подобно рабам пешком». Я могу видеть, как человек идет следом за другим человеком, который едет на коне, и человек на коне говорит тому человеку, что делать. Это картина того, как голова является хвостом, а хвост – головой. Да. Это неправильно. Это неправильно. Тело Христово должно быть во голове. Должно быть на коне. Да. Они – князи. И они были в мире. Мы были, как люди с шапкой в руках, выпрашивающие у мира достаточно, чтобы прожить. В то время, как на самом деле Бог планировал, чтобы они приходили к нам, потому что мы должны жить в заповеди любви и приводить их в полную любви, процветающую атмосферу Божью, вместо того, чтобы они тащили нас в мир с нищим исповеданием. Да. Нас душила мирская система. И вот, что необходимо сделать. Мы не должны быть такими. Мы не должны быть теми попрошайками у ворот богатого. Мы должны быть человеком, которому принадлежат ворота, чтобы люди могли видеть, как благ наш Бог. Да, я согласен с этим. Я согласен с этим. Совершенно верно. Поэтому во 2 Тимофея 3.16, и чтобы прояснить это, я просто коснулся этого в Экклесиасте, чтобы показать, что это зло и погрешность. И 2 Тимофея 3.16 – это образовательный материал из Слова Божьего. Мы говорим об основании, устроении и завершении, завершающей обработке наших финансов. Сказано, все Писание Богодухновенное и полезно для научения, для обличения, для исправления, для наставления в праведности. Я читал это место Писания сотни раз, и Господь обратился ко мне и сказал, «Эти четыре вещи, которые приносят Мое Слово, очень важны для любого духовного потока или любых действий в духовном мире. И мы говорим о финансах, мы говорим об устроении ваших финансов Словом Божьим». Первое, о чем здесь говорит Господь – научение. Мы знаем, что такое научение. Мы говорим, что научение – это определенные элементы учения. Но научение, во-первых, каждый человек или каждый верующий, который хочет изменить свои финансы, должен знать, что научение – это утвержденный Божий порядок. Это очень важно. Поэтому обетование, завет, царство – все те вещи, о которых Бог говорил нам в сфере финансов, о его богатстве, о его умножении, о его изобилии, должны быть в его утвержденном порядке. Другими словами, это принципы, это духовные законы, которым мы должны следовать постоянно, даже не зная, как они действуют. Вам не нужно знать, как. Просто делайте, что Бог говорит вам делать. И мы должны быть утверждены в Божьем порядке в отношении наших финансов. Другими словами, что Бог говорит о богатстве? Что Бог говорит об умножении? Что Бог говорит о моем доходе? Что Бог говорит о безобилии? Что Бог говорит о том, что у меня должно быть? Не то, что люди говорят, что я должен иметь, но что Бог говорит? Должен ли я быть благословленным? В Библии сказано, говоря об Аврааме, что Бог призвал Авраама, Бог благословил Авраама, и Бог размножил Авраама. Я верю, что на каждом верующем есть призвание Авраама. Да. Что Бог призовет их, благословит их и умножит их. Но этот божественный порядок должен быть утвержден. Это первое, что приносит вдохновение Божьего Слова. Оно приносит божественный порядок. Божественный порядок не придет благодаря мирскому или академическому обучению. Он должен прийти через мир Духа. И говоря о первом аспекте, первое, что я верю, каждый верующий должен знать, если он хочет изменить что-то в своей жизни, что, как он знает, не идет так, как должно, и я верю, что финансовая сторона у большинства верующих не в лучшем состоянии, а Господь хочет, чтобы финансовая сторона была в лучшем состоянии, потому что это приносит так много стресса, давления и сопротивления в их жизни. Если вы можете получить Божий утвержденный порядок для финансов и правильное научение, получить это учение, как разбираться с этим массовым, организованным, внедренным и одобренным невежеством, которое есть в теле Христовом, которое я видел за последние 10 лет, невежество относительно того, сколько Бог хочет, чтобы у вас было. И в Божьем Слове действительно сказано, вы можете иметь все, если вы получаете это моим путем, если вы отдаете это в мои руки и будете распорядителем того, чем я позволяю вам распоряжаться для меня. В этом нет сомнения, вы можете иметь все. Поэтому в 1 главе 2 послания Коринфянам мы говорим об утвержденном порядке Божьем. 1 глава 2 Коринфянам с 20 по 22 стихи. 1 глава 2 послания Коринфянам с 20 по 22 стихи. «Ибо все обетования Божьи в нем да, и в нем аминь, в славу Божию через нас, утверждающий же нас с вами во Христе, и помазавший нас, есть Бог». Поэтому утвержденный порядок Божий, Бог утвердит вас, если вы позволите Ему, и Он помажет вас. Поэтому теперь вы утверждены и вы помазаны. Затем в 22 стихе говорится, «Который и запечатлел нас, и дал залог Духа в сердца наше». Вот оно, все обетования Божьи «да, и аминь». И нам нужно узнать, каковы обетования Божьи относительно наших финансов. И затем Бог утверждает нас через Своё Слово. Утвержденный порядок Божий утверждает. Мы утверждены в истине. Помните, Иисус сказал, «Вы познаете истину, и истина сделает вас свободными». Неважно, кто что говорит, вы не можете просто верить людям на Слово. Вам нужно обратиться непосредственно к Божьему Слову, позволить Святому Духу открыть ваш Дух, чтобы понять божественный порядок финансов в Божьих глазах. Его путь работает. Его путь работает. А все остальное нет. Да. Где-то что-то будет неправильно. В любой другой системе. И мир не знает, что именно. Им это кажется правильным. Но там будет что-то, что не позволяет этому правильно работать. Вот почему мировые финансы идут то вверх, то вниз, то вниз, то вверх, и всегда находятся в беспорядке, в то время как Бог стабилен и всегда движется в умножении. Верно. Есть пути, которые кажутся человеку прямыми, но конец их путь к смерти. И это место Писания применимо к данной ситуации. Многие христиане... Я не люблю говорить с негативной точки зрения, но я хочу, чтобы тело Христово услышало то, что говорит Слово Божье. Они не должны быть в таком положении в финансовой сфере. Они благословленные люди. Они прославляют Бога, они поклоняются Ему, они сеют, но Бог также хочет, чтобы они были благословлены и в этой сфере. Но необходимо знать обетование Божье, и они должны быть утверждены в Слове Божьем. Другими словами, утвержденными достаточно, чтобы знать истину о том, что всякая ложь, всякий обман, всякие хитрые игры, которые приходят, не могут их коснуться, потому что они утверждены в Божьей истине. И затем выехать на помазание, на финансовом помазании. Есть финансовое помазание. Боже мой, для тела Христова. Есть финансовое помазание. Я ходил в этом помазании. Оно не требует напряжения. Оно приносит жизнь. Оно создает финансовое основание и устроение и завершающую обработку Божьим Словом. Финансы — не проблема. Это элементарная вещь помазания. У вас должны были быть ваши деньги еще до того, как вы начали уверенно ходить в дарах Духа. Дары Духа являются более сложными, чем деньги. Вы понимаете, о чем я говорю? Господь сказал мне, скажите, я лу Христову. Видите, я говорю вам, что финансы, финансовая стабильность и благословение — это элементарная вещь помазания. Бог может утвердить это, и затем Он помазывает вас. И потом, когда вы входите и получаете доступ к Божьим финансам правильным образом, когда вы устраиваете ваш финансовый мир Словом Божьим, и когда вы учитесь обетованием и учитесь истине об этом, вы становитесь запечатленными. И даже если приходит голод, вы смотрите на голод и смеетесь, потому что он не может коснуться вас. Когда вы научились принципам Божьего Слова и утвердились в этом Слове и установили Божий порядок, тогда все. Поэтому первое — научение. Вы должны быть утверждены в порядке Божьем. Если у вас нет утвержденного порядка Божьего, тогда каждый попытается вас утвердить. У каждого есть Слово от Господа, каждый говорит, вот как все должно идти. Но когда вы утверждены и укоренены, и упрочены в вещах Божьих, о том, что так говорит Господь, Господь проговорил к вам, это запечатлевается, это утверждается, вы знаете истину, а когда вы знаете истину, вы свободны. Помнишь, в 111-м псалме, который является божественной картиной процветающего верующего в Ветхом Завете, сказано, что обилие и богатство в вашем доме, и так далее. У праведного. И вы доходите до одной строчки, где прямо посреди стиха сказано, утверждено сердце его. Утверждено сердце его. Не убоится худой молвы, сердце его твердо, уповая на Господа. Да. Вот о чем ты говорил, верно? Именно об этом я и говорил. Слово Божие становится окончательным авторитетом в вашей жизни. Это сильно. Да. И это укрепляет и утверждает вас. Утверждает ваше сердце. В Божьем Слове и Его обетованиях. Тогда все эти плохие слухи не оказывают никакого влияния на вас. А если это не оказывает на вас влияния, тогда это не может принести страх. Если это не может принести вам страха, сатана не сможет это использовать. Если он не сможет это использовать, никто не сможет убедиться. Мне это нравится. Разве это не здорово? Слава Богу. Дух страха. Рад, что ты упомянул это, потому что Господь этим утром говорил о том, что дух страха является одним из самых больших препятствий, мешающим телу Христову ходить в их правах. Враг приносит этот дух страха, что деньги подавят вас, что деньги уведут вас прочь от Бога, деньги сделают то и это. Этого не произойдет, если вы утверждены в Слове Божьем. Это ключ. Это ключ. Вы утверждены и укоренены. Боже мой, наше время подошло к концу. Куда оно делось? Да. Лерой – это одно из самых выдающихся свидетельств о работе благословения Божьего. Вы должны знать кое-что о происхождении Лероя в Дэроу, в Луизиане. Его предки были рабами, работая в той самой местности, где сейчас находится церковь. И сначала, это была просто маленькая церковь из 75 человек, или около того. Даже меньше. И она была там очень, очень долгое время. Да. И вдруг, ты ухватился за Слово Веры. И Слово Божье начало работать прямо там, в этом маленьком городке, который настолько мал, что там не было ничего, кроме церкви. Просто почти ничего. И теперь, слава Богу, люди приезжают в Него это всюду. И заселяют квартал за кварталом. Сейчас там строится еще один квартал, и, как я понимаю, строится более полутора тысяч домов. Это удивительно. И долгое время количество прихожан в церкви было больше, чем население всего города. И это благословение Божие в действии вокруг этого человека. И утвержденное Слово Божие в определенном месте изменит все это место. Ты как-то пророчествовал. Ты пророчествовал, когда приезжал к нам много лет назад. Ты сказал, из-за помазни и из-за атмосферы это место переживет взрыв. И пророчески, как ты и сказал, именно это и происходит прямо сейчас. Несомненно. Слово в действии. Слово в действии. Благословение Богаща. Благословение. Аллилуйя. Слава Богу. Лерой, давай вернемся ко второму посланию к Тимофею. Это так сильно. Второе послание к Тимофею 3,16. Да. Все Писание Бога духовновенно и полезно для научения, для обучения структуре, тому, как действует Бог, для обличения, для исправления, для наставления в праведности. Почему? Почему Бог сказал это? Вот здесь. Да будет совершен или развит. Божий человек ко всякому доброму делу приготовлен. Да. Это значит, что он может исполнить все, что Бог говорит ему делать. Да. Верно, брат Коплан. Не имеет значения, занимается ли он автобизнесом, или же он юрист, проповедник, неважно. Да. Если Бог призвал вас делать это, вы можете сделать это больше, чем жизнь. Куда бы Бог вас не призывал, он благословит вас, и он должен умножить. Да. Верно. С этими вещами необходимо разобраться. Господь проговорил ко мне и сказал об этих вещах. Вот почему я сказал, начиная вчера, что есть семь ключевых факторов, которые верующий должен обязательно знать о своей финансовой ситуации, и о том, как изменить ее Божьим способом. И затем во втором послании к Тимофею 3.16 есть четыре важные вещи. Брат Копланд, мы разобрались с первой, с научением, об утвержденном порядке Божьем. Я имею в виду, вы не можете находиться в беспорядке и ожидать, что Бог благословит вас. Рядовой верующий знает это. Но следующее в этом учении — это обличение. Это слово «обличение» означает удаление ошибочного учения и мышления. Когда слово Божье приходит, оно не только приносит учение или утвержденный порядок Божий, но также поможет вашей жизни разобраться с тем, с чем необходимо разобраться. Вот где многие христиане отступают. Я обращаюсь ко всем телезрителям. Позвольте слово Божьему говорить к вашему сердцу. Есть некоторые вещи, в которых Святой Дух возьмет Слово Божье и с Его помощью удалит те вещи, которые, как ты упомянул, Джерри Савелл называет тем, что блокирует благословение. Есть некоторые вещи, которые блокируют ваше благословение, блокируют ваши финансы. Определенное мышление, ложное учение, неправильная подготовка. Но когда Слово Божье, вдохновенное Слово Божье, начинает развиваться и работать в вашем Духе, это как псалмопевец сказал в 138-м псалме в 23-м стихе, «Испытай меня, Боже, и узнай сердце моё. Испытай меня, и узнай помышления мои. И зри, не на опасном ли я пути, и направь меня на путь вечный». Поэтому, когда Слово Божье действительно работает в человеке над определенным предметом, говоря о финансах, есть много ошибочного учения и мышления о Божьем богатстве, Божьем умножении, Божьем изобилии, Божьем переливании через край. Есть Слово, которое не используется в церкви. Господь говорил мне об этом. Слово «изобилие» или «избыток». Вы не слышите это слово в церкви. Вы не слышите о чрезмерном изобилии. Этот мир взял эти слова, но эти слова принадлежат верующим по праву рождения. Да. Авраам, Исаак, Иаков, Иов, Эсфирь и так далее, Соломон. Они ходили в изобилии. Они ходили в изобилии, богатстве и умножении. Эти слова есть в оригинале на иврите. Да. И они есть в греческом тексте, но они не переведены так из-за человеческих представлений. Традиции. Да. Традиционное мышление, что Бог хочет, чтобы мы были бедными. Бог хочет, чтобы мы были нищими. Абсолютно не так. У Бога есть поручение на земле, для которого потребуются распорядители, которые финансово способны обеспечивать и посылать вперед послание Евангелия. В первой главе книги Захарии Бог говорит об этом. В одном из переводов сказано, «Мои города распространятся процветанием». Захария 1, 17. Именно так Бог собирается расширять город. Именно так Евангелие будет распространяться. Поэтому в плане удаления этого ошибочного мышления и ошибочного учения, они могут быть удалены только Словом Божьим, провозглашенным Святым Духом. Потому что сам человек, просто нормальное учение, нормальное чтение и нормальный разбор Слова Божьего, не удалит некоторые вещи. Удаление, брат Коупленд, означает, что что-то должно быть разобрано, демонтировано. Оно не захочет уйти просто так. Даже демонические силы должны быть удалены, демонтированы. Жадность, скупость, забота только о себе. Все эти вещи должны уйти от вас прежде, чем вы сможете ходить в богатстве Божьем. Вы не можете хотеть только быть благословленным. Вам нужно иметь характеристики благословения. Вы не можете просто брать. Вы должны быть готовы отдавать. Есть работа распоряжаться Божьим богатством и Божьими сокровищами. Есть богатство, есть работа, которая должна быть проделана в сердце человека. Не только в сердце, ведь часто люди говорят о сердце, но также и в разуме. Когда Павел молился в послании к филиппийцам, он говорил, «Мир Божий да соблюдет сердца ваши и помышления ваши». Потому что дальше мы узнаем, что наше мышление играет важную роль в богатстве Божьем. То, как мы думаем. Думаем ли мы? Думаем ли мы богато? Думаем ли мы о безобилии? Думаем ли мы о переливании через край? Думаем ли мы, что благословение Божье приходит ко мне каждый день? Думаете ли вы, что каждый шаг должен быть шагом умножения? Думаете ли вы, что это время для проявления вашей десятины? Есть люди, которые отдавали, отдавали и отдавали десятину. Есть что-то, что должно быть удалено, чтобы проявление этих десятин могло пробиться. И кажется, что богатство просто висит над головой Божьей Церкви, и оно готово опуститься. Но Слово Божье должно совершить работу, потому что как только вы начнете течь в богатстве такого рода, вам нужно будет иметь мудрость Божью. Вам нужно будет знать и иметь понимание Божье. Вам нужно будет иметь знание Бога. Я говорю об этом, это три из тех семи вещей, о которых я говорю, но в вопросе удаления вот что происходит. Я пастор и являюсь пастором около 30 лет. Когда Слово Божье приходит в настоящем помазании, оно принесет все четыре вещи. Оно принесет научение, обличение, исправление, оно принесет наставление. Научение — это утвержденный порядок Божий. Наставление — это систематическое применение Слова Божьего в вашей жизни. Но между научением и наставлением есть следующая фаза — обличение, этот фактор удаления. И когда приходит эта часть удаления, обычный христианин думает, что его несправедливо лишают. Они думают, я не должен это принимать. Да, вы должны принимать это, потому что это Бог удаляет некоторые вещи из вашей жизни, которые должны уйти, чтобы Он смог вложить в вашу жизнь то, что Он хочет вложить. Поэтому удаление очень важно. Что обычно происходит? Вот что происходит. Когда удаляющая часть вдохновенного Слова Божьего начинает проявляться в чьей-то жизни, такой человек бросает церковь. Он уходит и находит другую церковь, которая не учит об этом, потому что это не то, что он хочет слышать, но это то, что ему нужно. И потом он удивляется, почему это не работает. А все потому, что вы продолжаете убегать. Позвольте Слову Божьему удалить все неправильное учение и мышление, и тогда вы сможете мыслить мыслями Божьими и принимать настоящее учение Божье. Человек должен быть открыт к учению. Верно. Вы должны занять позицию. Если у вас в теле есть что-то, что убивает вас, и хирург собирается удалить это, то вы же не захотите покидать операционный стол до того, как он сможет вас зашать. Некоторые поступают таким образом, потому что это вызывает дискомфорт. Хороший пример. Вы начинаете слышать то, что начинает действительно задевать вас духовно. Начинает действительно затрагивать вас. И вы начинаете говорить, «Боже мой, это разрушает все представления, которые у меня были». Но это хорошо. Это злит их. Знаете, иногда я учу и говорю такие слова, «Ваши нищие я». Никто не хочет слышать такое. Я знаю это. Но Дух Божий, Он углубляется. Да. Знаете, когда вы успокаиваетесь, и весь гнев уходит, вы говорите, «Я действительно нищий. Я не должен быть таким нищим». Но когда вы впервые слышите что-то подобное, вы воспринимаете это как слова человека. Но ведь это то, что говорит Дух Божий через человека. Я помню, как несколько лет назад ты сделал одно заявление. В течение 30 дней здесь, на территории нашего служения, мы проводили собрание, которое мы назвали «30 дней славы». Да. Ты приехал и проповедовал, и проповедовал, и проповедовал, и в результате этого все наше служение поднялось на другой уровень. Да. Ты тогда сделал одно заявление. У вас может быть 40-50 тысяч долларов на счету в банке, и вы думаете, что у вас есть деньги, и у вас нет денег. 50 тысяч долларов не хватит на 6 месяцев. Если вас что-то сильно прижмет, и это все деньги, которые у вас есть, в таком случае у вас совсем нет денег. У вас совсем нет денег. И некоторые сказали, «Да что он на себе возомнил?» Некоторые служители обиделись и сказали, «Ну, люди копили всю свою жизнь, его просто оскорбили их сбережения». Да, он это сделал. Это нужно было оскорбить. Это кое-что удалило. Вам нужно иметь пару миллионов вместо 30, 40, 50 тысяч. 30, 40, 50 тысяч. Раньше были. Раньше были. Крупной суммой, но уже нет. Это больше не крупная сумма. И вот где возникает проблема со всем этим удалением. Чьи-то чувства страдают. Когда настоящий пророк приезжает в город, произойдет определенная встряска. Он наступит на ваши чувства. Да, когда настоящий пророк приезжает, ведь он приезжает, чтобы достичь определенных результатов. Он не приехал, чтобы собрать людей, которые будут ему аплодировать. Он приехал, чтобы выполнить миссию Божью для Божьих людей. Как пророки Иеремии. Бог сказал Иеремии, «Искореняй, разрушай, перестраивай». Когда Бог хочет что-то донести, Он принесет это. Если пророк послушен Богу, если этот человек, который говорит, послушен Богу, то, конечно, иногда это ранит ваши чувства. И, Лерой, в этом есть еще один элемент. Время закончилось. Определенная эпоха прошла. И то, что происходит сейчас, должно произойти быстро. Это должно быстро измениться. А люди в мире идут ватолпами. Боже мой. Время закончилось. То время, которое мы знали, ушло навсегда. И вещи должны меняться. И они должны меняться быстро. И должно быть искоренение, сомнение и неверие, которые должны быть искоренены отсюда. Да. Бог сказал мне об откровении, «деньги приходят». Он сказал мне, что «деньги приходят» — это не лозунг, это не фраза. И Он сказал, что «откровение, деньги приходят» будет здесь до прихода Иисуса. Спустя несколько месяцев я понял истолкование того, что Он говорил. Он говорил, что это то послание, которое будет поддерживать Евангелие Господа Иисуса Христа. Чтобы это Евангелие могло быть проповедано по всему миру. У вас должны быть финансы, чтобы делать это. Вот что это действительно значит. Да. Вот что это такое. Снаряжение тела Христова для евангелизации мира. Некоторые думают, что все касается только материальных вещей. Я говорю о машинах, о домах и вещах просто для того, чтобы они знали, что они могут иметь это. Но главное послание — это деньги с миссией. Главное послание — это то, что тело Христово имеет финансы, чтобы выполнять поручения, чтобы многие люди, которые не слышали Евангелие, могли его услышать. И не только это, но вторая часть в том, чтобы те, кто слышит Евангелие, могли быть учениками, стать правильными учениками, чтобы нести Евангелие другим людям. Вот что главное в вопросе финансов. Небольшие украшения, которые у вас есть, хорошая машина и подобные вещи, вы можете это иметь. Но главная сила этого финансового вопроса в том, что вам необходимо иметь деньги, чтобы иметь возможность выслать кого-то на служение. Вернемся к тому, что ты читал из «Екклезиаста». Эта картина все еще в моем разуме. Да, я знаю это. Раб на коне. У раба хорошая машина. А князь едет на автобусе. Это неправильно. Есть слово в отношении этого. Потому что, если он ходит пешком, как мы читали в «Екклезиасте», князь ходит пешком, а раб ездит на коне. Это значит, что у князя нет средств, чтобы купить коня, владеть конем и отдавать коня, жертвовать коня в служении. У него нет денег, чтобы купить машину. Он сражается за то, чтобы просто иметь собственную машину. Если Евангелие действует правильно, у меня не только есть хорошая машина для моей семьи, хорошая машина, чтобы мы на ней ездили, и хороший дом, чтобы мы там жили, но я также могу отделить машину тебе на служение. Я могу выделить машину на служение. Отправить грузовики и так далее. Вот в чем все дело. Если я знаю, как верить Богу о машине, я знаю, как верить о той, которой я пожертвую в служении. И вот для чего мы здесь. Вот для чего мы здесь. Вот о чем мы проповедуем. Книга пророка Захарии. Это бросилось мне в глаза, когда я читал Захарию. Господь сказал мне это прочитать, и там сказано, «Язычники живут в покое». Бог сказал, «Это заставило Бога ревновать». Он сказал, «Они тыкают этим мне в лицо». И они постоянно тыкали этим Богу в лицо, что он не заботится о своих детях. И Бог постучал в дверь и сказал, «Позвольте мне позаботиться о вас, чтобы вы могли быть свидетелями моей славы и моей благости и моей любви, чтобы люди говорили, «Вот какому Богу я хочу служить». Заботливому, любящему Богу. Если вы будете читать первую главу книги пророка Захарии, то там сказано, «Язычники живут в покое, а дети Божьи бедствуют». И Бог сказал, «Это заставило меня ревновать». И Он сказал, «Мои города расширятся процветанием». Это была неправильная картина для мира. И еще одно слово здесь в Экклесиасте, когда ты напомнил это, я пропустил это слово. Достоинство. Да. Бог поставил на карту свое достоинство. Достоинство Иисуса. Достоинство Святого Духа. Потому что они говорят об этом так много, но мы видим так мало. И это потому, что размышления, откровения, понимание, мудрость, принятие и вера должны быть применены. Есть люди Божьи, которые слушают эту передачу, и они испытывают голод по Богу. И Бог хочет, чтобы у них были финансы для того, чтобы у них было время для чтения, для размышления. Да. Время, чтобы прийти на ваше собрание. Время, чтобы прийти на мое собрание, чтобы развивать самих себя для того, чтобы нести Евангелие. И чтобы делать все это необходимые деньги. И достоинство вернется в церковь, когда церковь начнет ходить в обетованиях Божьих, в богатстве Божьем. И мужчины, и женщины не будут проводить целую неделю, пытаясь понять, как они проживут этот месяц, как они со всем справятся. Это самая большая проблема. Вот источник болезней и немощи. И все. Основные болезни и немощи приходят из-за стресса. Высокое кровяное давление, диабет, развод происходит из-за финансового стресса. Вот почему мы должны слышать это послание Слова Божьего. Мы должны начать устраивать наши финансы Словом Божьим и позволить Духу Святому взять Слово Божье и удалить из нашей жизни предания и традиции, о которых сказано в Евангелии от Марка 7, 13. Там сказано, что предания и традиции человеческие сделали Слово Божье неэффективным и бездейственным. Если бы только большее количество пасторов, пророков и евангелистов и учителей поняли, что на самом деле я на их стороне проповедую это послание, это не такое послание, которое было вырвано из Слова Божьего, из условий Святого Духа. Это послание, которое было потеряно на земле или в церковном мире, и которое Господь должен восстановить и вернуть. Ты говоришь, что время заканчивается. Иисус грядет. И поэтому это послание... Господь говорит, что Он не играет с этим посланием. Это послание последнего времени. Финансы — это послание последнего времени. Мы слегка касаемся, отскакиваем или пугаемся. Мы становимся боязливыми. Это слишком много. То слишком много. Что такое слишком много? Нет такого понятия, как «слишко много». Бог — это Бог того, что больше, чем достаточно. Бог — это Бог избытка, если вы делаете то, что Он говорит вам делать. Есть люди, у которых есть нужды. Если я не получу богатство, если вы не получите его, кто-то не получит его для того, чтобы помочь тем людям. И они пойдут на дно. Они не знают, как получить его. Поэтому это божественный порядок Бога. Это удаление, затем исправление на основании этого стиха и второго послания к Тимофею 3,16. Усвоение истины — это процесс размышления. Усвоение истины. Когда Слово Божье приходит через вдохновение, оно начинает процесс усвоения истины через процесс размышления. Тогда мы можем познавать, что есть воля Божия благая, угодная и совершенная. Я забегаю вперед, но я хочу пояснить это. Вы — размышляющий дух. Вы — верующий дух. И вы — также говорящий дух. Я помню, как я принял это от тебя, про то, что мы — говорящий дух. Я размышлял о процессе размышления и о том, как думать так, как думает Бог. И Бог сказал, «Разве я не сказал в моем слове?» Я думаю, это было посланник Ефесянам 4,23. «Обновиться духом ума вашего». Бог сказал, «Ты — размышляющий дух». И мы знаем, что Писание говорит о том, что вы верите сердцем. Мы знаем, что понятие сердца и дух взаимозаменяемы. И так Господь говорит, «Вы — размышляющий дух, вы — верующий дух, и вы — говорящий дух». Говорящий. И на следующих передачах я глубже коснусь этих трех вещей и соберу их вместе. Одно место Писания за другим. Одно за другим. Богато, 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 слава. Знаете эти семь вещей? Евреям 11,3 — наше основное место Писания. Но мы разбираемся с семью вещами, которые нужно знать каждому верующему. И мы основываем три из них, даже четыре из них, на втором послании к Тимофею 3,16. Мы разобрались с утвержденным порядком Божьим. Мы разобрались с обличением. На учении утвержденный порядок Божий. Мы разобрались с обличением. Мы говорили о его удаляющем аспекте. Я думаю, что мы проделали тщательную работу на вчерашней передаче. Верующий может знать, что придет время, когда Слово Божье будет обрезать вас, но оно обрезает вас для вашего же блага. И особенно в устроении вашего финансового мира Словом Божьим. Состояние тела Христова в общем таково, что необходимо некоторое обрезание. И оно совершается в сострадании. Оно совершается в любви. Иисус сделал много вещей. Сказал многое, что Он всегда говорил с состраданием. Сострадание определяется не тем, как звучит голос человека, а тем, что в его сердце. Я действительно хочу, чтобы тело Христово увидело исполнение этой мечты. Точно так же, как Бог хочет, чтобы это исполнилось. Аминь. И я знаю, что это те вещи, которые им необходимо знать. Третьим аспектом было исправление. И мы коснулись этого немного. На основании Евангелия от Иоанна 8.32 и послания к римлянам 12.2 «И не сообразуйтесь с веком сим, но преобразуйтесь обновлением ума вашего, чтобы вам познавать, что есть воля Божия, благая, угодная и совершенная». Наряду с этим Иисус сказал в Евангелии от Иоанна 8.32 «И познайте истину, и истина сделает вас свободными или освободит вас». Исправительный аспект — это усвоение истины через процесс размышления. И это должно быть сделано. Человек должен сам знать истину в каждом конкретном случае. И единственное, как мы сможем перейти к умножению изобилия и богатства, причем в такой мере, в какой Бог хочет, нам, как отдельным личностям, придется внимать истине и позволить Святому Духу впитать эту истину в наши сердца, прежде всего. Когда это происходит, наш процесс размышления, наши действия будут изменяться, и наши верования будут изменяться. И затем мы приходим к четвертому аспекту, который есть наставление. Из 2-го послания к Тимофею 3.16 «Все Писание Бога вдохновенно, дано вдохновением Божьим». Часть наставления. Вы прошли через научение, обличение, исправление, и я надеюсь, что вы все поняли эти определения. Я объяснял, что означает эти определения, приводил в соответствующие места Писания. Часть наставления основывается на 2-м послании к Тимофею 2.15, послании Иакова 1.25, то есть систематическое применение Слова Божьего в вашей жизни. Нам нужно обратиться к посланию Иакова 1.25. Это хорошее место Писания. Дух Святой сказал, что это хорошее Писание, чтобы подкрепить систематические инструкции Божьей в жизни человека. И там говорится о том, какие будут результаты, если это происходит. Послание Иакова 1.25. Но кто вникнет в закон совершенный, закон свободы, заметьте, как он это называет, совершенный закон свободы. Речь о Слове Божьем. Да, и пребудет в нем. Понимаете? Ничто не отвлечет его. Тот, будучи не слушателем забывчивым, но исполнителем дела, «Блажен будет в своем действовании». И вот где находится благословение. Благословение заключено в получении правильного указания, послушании ему, исполнении, следовании ему, пребывании в нем, в том, чтобы придерживаться его, независимо от того, что происходит, независимо от того, кто что сказал. Когда вы знаете, что это истина, и когда эта истина применена в вашем сердце, у вас есть наставление, теперь вы можете двигаться, у вас есть научение, у вас есть утвержденный порядок Божий, у вас есть обличение, у вас есть удаление ошибочного учения, ошибочного мышления. Затем у вас есть исправление, которое есть усвоение истины в вашем процессе размышления. Затем вы переходите к наставлению, которое является систематическим применением Божьего Слова в вашей жизни. Эти четыре вещи и другие три вещи, я сказал, что их семь, телу Христову необходимо услышать эти семь вещей. Следующие три вещи приходят из 24 главы книги «Притч». Эти три важные вещи находятся в 24 главе книги «Притч». Если взять эти семь вещей и применить их в своей жизни, и не позволить никому сбить себя с пути или отвлечь от этих семи вещей, тогда вы начнете устроять свой финансовый мир Словом Божьим. И затем я поведу вас дальше по книге и шаг за шагом покажу, как это делать. Но я думаю, что эти семь вещей должны быть поняты прежде, чем двигаться дальше. В третьем и четвертом стихах 24 главы книги «Притчей» в одном из переводов речь идет о трех важных духовных ключах к тому, чтобы сделать что-то в духовном мире. Мудростью устрояется дом, и при помощи понимания он утверждается, и знанием внутренности его наполняется всяким драгоценным и прекрасным имуществом. Поэтому вам нужна мудрость, финансовая мудрость, чтобы созидать финансы Божьим путем, верно? Поэтому вы созидаете это, но вам также нужно благочестивое понимание, чтобы утвердиться в Божьих финансовых путях. Затем вам нужно благочестивое знание или знание откровения. Я скажу так, знание откровения, данное Богом финансовой истине. Итак, вам нужна благочестивая финансовая мудрость. Я открыл седьмую главу книги «Экклесиаста», и я хочу обратиться к ней через пару минут. Благочестивое понимание о финансовых делах — это номер два. Нет, это номер шесть. И номер семь — знание откровения, о данной Богом финансовой истине. Благочестивая финансовая мудрость — это то, как вы строите благочестивые финансы. Секрет в созидании финансов при помощи Божьей мудрости в том, что Бог покажет вам, что вам делать. Он покажет вам, как добиться этого, и затем Он должен правильно показать вам, что делать с этим, полностью это контролируя. Но читая седьмую главу книги «Экклесиаста», я нахожу и сталкиваюсь со всякими ошибочными учениями о богатстве. И люди сердятся, когда вы начинаете говорить о процветании и захлопывают дверь, захлопывают Библии и закрываются сами. Но в седьмой главе книги «Экклесиаста» я нашел эти стихи по вдохновению Святого Духа. Я читал Библию, но не знал ничего о том, насколько конкретны были эти слова в десятом стихе седьмой главы книги «Экклесиаста». И в десятом стихе сказано «Не говори, отчего это прежние дни были лучше нынешних». Почему прежние дни были лучше нынешних? В чем причина? С точки зрения расширенного перевода Библии в тринадцатой главе Бытия говорится, что Авраам был крайне богат. И все потому, что у него было поручение от Бога. Все потому, что он послушался Божьего голоса и сделал то, что Бог сказал ему сделать. Мы можем сделать то же самое. Почему Соломон был так богат, когда он попросил о мудрости Божьей и понимании Божьем? Он принес тысячу всесожжений, и Бог сказал «Я сделаю тебя богатейшим человеком, который когда-либо жил на лице земли». Он был богатейшим, пока не пришел Иисус. Он сказал «Здесь больше Соломона». Снова и снова мы видим богатство Божье в руках его людей с определенной целью. Итак, вопрос. Люди пытаются получить это всеми возможными способами. Я летел этим утром сюда. Мы пролетали над оживленным перекрестком незадолго до того, как поднялись над облаками. Я все еще мог видеть землю. И я сказал своему сыну Лерою, прежде чем мы добрались в аэропорт, я сказал Лерою, «Машины стоят в пробках». Я спросил, куда они едут? Что они будут делать? Куда они собираются? Они не в гости едут. Они пытаются заработать деньги. Они пытаются заработать деньги, верно? Они едут на работу, они едут в различные места, и тело Христово угодило в тот же самый кризис, пытаясь зависеть от своих работ, которые они сделали своим источником. Но работа не может быть вашим источником. Вам нужно включиться. Когда вы получаете знания, откровения о некоторых вещах, о которых мы говорили, тогда Бог становится вашим источником. Вам нужно работать на вашей работе, но не работой вы зарабатываете на жизнь. Вы работаете, но Бог – ваш источник. Да я не обеспечивает вашу жизнь. Другими словами, вы берете семена и сеете семя. Поэтому вопрос решали неправильно. Они думают академически. Люди думают, я живу не в том городе, я не на той стороне улицы, у меня не тот цвет кожи, я не той национальности. Все, кроме правильной вещи. Любой мужчина или женщина Божья, не важно, каково их прошлое, не важно, какой они расы, если они правильно разбирают слово истины и отдают Богу свои жизни, а они должны отдавать Богу свои жизни, но я говорю о верующих, правильно разбирают слово истины, то этот мужчина, эта женщина могут быть благословлены во всех своих действиях. Это не был бы совершенный закон истины. Если бы это было невозможно. Если бы он изменялся из-за чего-то прошлого, или того, как они родились, или где они родились, или что они знают, и все такое. Это никак не влияет. Это оправдание. Понимаете, нам нужно избавиться от оправданий. Тело Христово. Мы не можем искать оправдания нашей неудачи. Мы не можем делать Бога неудачником. Мы должны подчиниться делам Святого Духа, подчиниться мудрости Божьей, и мы подчиняемся пониманию Божьему, и подчиняемся, когда слышим знания откровения. Я делал это. Я слышал это через тебя, через брата Хейгена, через брата Фреда Прайса. Я слышал знания откровения. Когда я слышал знания откровения со своим религиозным прошлым, я начал избавляться от него. Я сказал, я пойду на собрание этих людей. Я сидел на твоем собрании много раз, ты не знал об этом. Я просто сидел, говоря, я питаюсь. Я взял книги, взял конспекты, и я писал, и читал, и читал до тех пор, пока не начинала болеть голова. Я просиживал многие ночи, потому что знал, что там было что-то, что я упускал. Если вы так поступаете, Иисус сказал, благословенные алчущие и жаждущие правды, ибо они насытятся. Поэтому вот этот вопрос. Бог проговорил ко мне. Не говори, от чего это прежние дни были лучше нынешних, потому что не от мудрости ты спрашиваешь об этом. И они пытаются сделать это каким-то другим способом, посредством работы, двух работ, образования. Вы никогда не будете иметь достаточно денег, используя эту мирскую систему, чтобы жить так, как Бог хочет, чтобы вы жили. Вы никогда не будете иметь достаточно денег, используя эту систему, чтобы давать так, как Бог хочет, чтобы вы давали. Вы никогда не примете это, если вы не придёте к тому, чтобы задавать правильный вопрос, и правильный вопрос здесь, что Бог говорит об этом. И затем занимайтесь делом вашего Отца. Дальше говорится, когда я увидел это в 12 стихе, с моим религиозным прошлым, если бы я прочитал это несколько лет назад, я бы не понял, о чём он говорил. Здесь сказано, потому что под сенью или под защитой мудрости, и затем следом сразу же сказано, под сенью или защитой серебра или денег. Вы видите? Под защитой денег. Какую защиту дают деньги? Защиту от счетов за электричество, защиту от счетов за дом, какие бы они ни были, это защита. Другими словами, когда у вас есть деньги, когда Бог благословил вас, чтобы вы были финансово обеспеченными, тогда есть защита от критических вещей, которые приходят, потому что все мы всё ещё живём в физических телах. В этом естественном мире на земле. И происходят определённые вещи. Но если у вас есть финансы, ну, у нас есть молитва. Мы восхваляем Его, мы прославляем Его, мы размышляем о Его слове, но поймите, что Бог так же хочет, чтобы у нас были ресурсы. И мы не были, как мы раньше говорили, попрошайками. Мы могли бы пойти заплатить за это и заниматься Его делом. Хороший пример всего этого был в начале 70-х годов. Господь говорил мне разобраться с долгами и сказал мне сделать это заявление телу Христову. Я разозлил людей. Они так разозлились на меня. Я потерял друзей из-за этого. Но никто же не знал, что учётная процентная ставка вырастет до более чем 20% за несколько дней. И это разрушило, финансово разрушило людей, которые вовсе не должны были быть разрушены. Но ты проповедовал, как пророк Божий. Ты проливал свет. Да. Но те, кто понял это, совсем недавно, во всех этих сбережениях и кредитах, жилищная ипотека, учётная ставка всё испортила. Агенты по недвижимости, все строители оказались в проблемах. И всё это из-за того, что взятые в кредит деньги шли то вверх, то вниз, и происходили всевозможные вещи. Но только не с людьми, которые не имели никаких долгов. И вот что это такое. Это была защита от этого. Это мудрость Божья. Это мудрость Божья, верно? Это мудрость Божья. Бог хочет, чтобы его люди... Я никогда бы об этом не узнал, если бы этого не было в Слове Божьем. Слово Божье. Бог проговорил к тебе пророчески. И это то, что люди должны понять. Знаешь, когда Бог дал мне послание, деньги приходят. И я не буду нищим больше ни одного дня моей жизни. И говорить людям, что они магнит, который притягивает деньги, некоторым показалось, «О, это просто мирское». Нет, это просто Бог исправлял ошибку в теле Христовом. Исправлял зло в теле Христовом, когда все члены семьи должны ходить на работу. Это не Бог, когда все должны покидать дом и идти на работу. Это не Бог, но это часть нашей мирской системы. Потребуется время, чтобы тело Христово выбралось из этого. Но не все в семье обязаны ходить на работу. Кто-то должен смотреть за домом. Бог работал во мне, когда я был помладше. Моя мама не работала. Мой отец был фермером. Это было бы глупостью, даже просить моего отца, чтобы моя мать ходила на работу. Он даже и слышать этого не хотел. И система... Я не хочу сильно задевать это, но знаете, женская свобода испортила некоторые вещи. Женщины не должны носить защитные шлемы, быть пожарниками. Они не созданы для этого, брат Коплин. Я вижу это и сержусь, потому что знаю, из-за чего все это. Все это из-за денег. Дело не в равноправии, дело в деньгах. И поэтому, если тело Христово равняется на мудрость, Божию действует так, как Бог говорит, все вернется на свои правильные места. Все это давление, весь этот раздор уляжется, потому что все теперь будут способны думать так, как должны думать, потому что они теперь на своем правильном месте. Итак, мудрость, деньги — это защита, и мудрость тоже. Когда вы испытываете финансовое давление... Я жил в этом. ...и вы делаете что-то в ответ на это, тогда ваша жизнь становится несчастной очень быстро. Ваша жизнь становится несчастной. Жизнь от зарплаты до зарплаты, вся семья в стрессе, и никто не может решить, когда есть или что есть. Я имею в виду, это такой беспорядок. И это не становится лучше, это постоянно становится все хуже. Затем у вас возникают проблемы с детьми, и все такое. И все это растет, как снежный ком. Это порочно. Да. Все это. Это не от Бога. И поэтому, если вы слушаете нас сегодня, вы можете устроить ваши финансы Словом Божьим. Я говорю о вашей семье. Я говорю о ваших финансах. Я говорю о ваших детях и детях ваших детей. Я говорю о вашем бизнесе. И я заявляю пророчески, что во имя Иисуса в этом году каждый шаг будет шагом умножения. Я провозглашаю это над вами прямо сейчас во имя Иисуса. И Дух Господень сказал мне сказать телу Христову, что это время для проявления десятины. Я верю, что десятина, которую вы отдавали, десятина, в которую вы верили, я верю, что все это проявляется в вашей жизни. Как сказано в Писании, Бог откроет окна небесные и зальет благословения так, что у вас не будет достаточно места, чтобы вместить их. Принимайте это в Духе. Я чувствую вдохновение Духа Святого. Я чувствую помазание. Я чувствую побуждение Духа говорить о вашей ситуации. Я хочу, чтобы вы больше не сосредотачивались на долгах. Я хочу, чтобы вы сосредоточились на процветании. Возлюбленный, молюсь, чтобы ты здравствовал и преуспевал во всем, как преуспевает Душа твоя. Слушайте эти передачи. Закажите книгу брата Копланда. Закажите все книги, которые можете. Начните читать и размышлять о Слове Божьем. Отгородитесь, как это сделал я и он. Мы отгородились от мира и религии и ухватились за Слово Божье. И вы можете тоже это сделать. Я пророчествую, что каждый шаг, который вы делаете в этом году, будет шагом умножения. Слава Богу! Примите это! Слава Богу! Примите это! Я принимаю это! Скажу тебе, я принимаю это! Шаг умножения! Я принимаю! Господь, я принимаю это! Я применяю это к нашей сглории домашней жизни. Я применяю это к нашим детям. Я применяю это к этому служению во имя Иисуса. Каждый шаг. Шаг процветания. Шаг умножения. Шаг переливания через край. Слава Богу! Слава Богу! Я принимаю это. Я принимаю это. Я услышал это. Я почувствовал в моем духе, когда ты сказал, «Отгородитесь, как мы это сделали». И кто-то подумал, «Хотел бы я, но, знаете, я не могу это сделать. Мне нужно ходить на работу». Именно об этой ситуации я и говорю. Именно об этом. Вы не можете ничего сделать, потому что вы хотите. Вы должны что-то сделать, потому что вы так глубоко увязли в этом, что не можете вырваться из этой темницы. Отгородитесь. Вместо того, чтобы влезать в долги ради отпуска, отгородитесь во время отпуска. Отгородитесь выходные. Какими бы ни были ваши выходные, просто отгородитесь. Придет день, когда вы сможете поехать в отпуск, не занимая ни цента. Да. И жить и останавливаться там, где вы захотите. Он придет быстрее, чем вы думаете. Абсолютно верно. Бог ждет. Послушайте. Над телом Христовым нависает вся благость Божья, ожидая канала, по которому пройти. Благость. Все богатство. Все сокровища. Все тайные, спрятанные драгоценности для тела Христова. Наше право по рождению ждет, чтобы кто-то открыл свое сердце и свой разум и впустил это. Да. Да, аминь. И это все, что мы должны сделать. Вера производит эту связь. Верно? Когда кто-то говорит, послушайте, это то, что Слово Божие говорит, и я выбираю верить в это. Когда вы делаете это, ваш дух отвечает. И на этом все. Да. Вот когда вы начинаете. Именно тогда вы начинаете. Верно. Вы отправляетесь в это путешествие. И вы начинаете. Сначала это может быть, знаете, хорошо, я прочитаю это еще раз. Но не потребуется много времени. Ваш дух просто начинает черпать это, начинает впитывать это. И затем, через какое-то время, это начинает становиться лучше. Ваше время с Богом становится богаче и лучше, и сильнее. Ваш разум начинает думать лучше, все начинает работать для вас. И внезапно все вокруг вас начинает улучшаться. Изменяется, это изменяется. Вот как это работает. Да, так это работает. И видите, мы разобрались с этими тремя вещами. Верните зло на свое место. Раньше зло приравнивалось к благословению. Тело Христово рассматривало зло в аспекте праведности. То, о чем я говорю, когда человек начинает одерживать победу в делах Божьих, ведь мы были обманутыми так долго, что иногда называем хорошее злом. И тогда то, что истина... Тогда то, что... Да, как изобилие было чем-то неправильным. Как будто это в некотором смысле плохо, что все ваши счета оплачены. Поэтому вам нужно выбросить все это из вашего разума. Вы не можете сражаться с этим. Вам нужно выбросить это все из вашего разума. Вы должны найти ошибку. Это ошибка. Мы подменили истину ошибкой. Истина — это не ошибка. Ошибка — не истина. Когда приходит истина, это истина. Читайте Писание и узнайте, что это так. Не верьте просто мне с Лероем на слово. Читайте Слово Божье, и вы узнаете, что это правда. И затем, слава Богу, воткните свой шест в землю и не уходите от него. Слава Богу. Вот что сказал Бог, и я выбираю верить этому. Вы можете зайти на наш сайт kcm.org.ua и просмотреть передачи, если вы пропустили их на этой неделе. Но особенно вчерашнюю. Это просто потрясающе. Третий стих, 11 главы послания к евреям. Верою познаем, что веки устроены Словом Божьим. Так что из невидимого произошло видимое. Оно произошло из веры. Слава Богу. Это была вера Божья. Эта фраза здесь, о которой брат Лерой говорил, веки устроены Словом Божьим. Вы можете взять Слово Божье и устроить свою собственную жизнь, верно? Устроить свою жизнь в каждой сфере. Здоровье, отношения. Во всем. Во всем. Все связано со Словом Божьим. Все потребное для жизни и благочестия. Вот о чем речь. Речь именно об этом. И Слово Божье работает. Если вы применяете его, оно работает. И Господь начал говорить ко мне об устроении вашего финансового мира Словом Божьим. Это то, что Господь желает сделать. Мы говорили об этих семи вещах. О научении, обличении, исправлении, наставлении и определении для каждой из этих вещей. Порядок, удаление, усвоение и систематичность. И мы говорили о трех вещах, которые развивались в духовном мире. Финансовая мудрость, финансовое понимание и финансовое знание. Вчера мы закончили передачу «Говоря о финансовой мудрости». Седьмая глава книги Экклесиаста. Финансовая мудрость — это защита. И деньги — защита. И мы переходим к Божьему пониманию финансовых дел в третьей главе книги притчей. Это знакомое местописание, но я хочу открыть его, чтобы мы могли его понять. Третья глава книги притчей. Мы говорим о Божьем понимании в финансовых делах. Мы получили эти три духовные характеристики из 24 главы книги притчей. Вы помните 24 главу книги притчей, 3 и 4 стихи? Речь идет о мудрости и о понимании. Мудростью вы созидаете, пониманием вы утверждаете, а знанием вы наполняете дом драгоценными сокровищами. Затем мы говорили об этих трех вещах, и мы разбирались с этим в 3 главе книги притчей. «Божье понимание в финансовых вопросах». В 4 стихе сказано, «И обретешь милость и благоволение в очах Бога и людей». И дальше, в 5 стихе, «Надейся на Господа всем сердцем твоим, и не полагайся на разум твой». И в вопросе финансов, как и во всем остальном в жизни, верующие должны иметь понимание Божье. И они должны верить, верить Богу и полагаться на понимание Божье, а не на свое собственное. С вашим собственным пониманием вы попадете в ловушку того, что продолжается из рода в род. Вы попадаете в ловушку поколений, где вы говорите, «Вот как все мои предки жили всю свою жизнь, и вот так же должен жить и я». Это естественное понимание. Но когда вы приходите к духовному пониманию, духу премудрости и откровения в познании Иисуса Христа, и вы рожденные свыше творения, тогда вы узнаете, что вы чадо Божье, и что вы наследник Божий, и вы сонаследник со Христом. Есть определенные вещи, которые принадлежат вам, потому что вы Дитя Божье, включая эти финансы. Знаешь, мы с Глорией были в Китае в 2007 году и служили там. Слава Богу. И один молодой человек, фактически, этот молодой человек и пригласил нас туда служить. Бизнесмен. Он показал нам человека на улице. Бедного уличного продавца, который ехал на маленьком велосипеде. И он сказал, «Вот каким я раньше был». Он сказал, «Я родился в комнате размером около трех квадратных метров». Это девять квадратных футов. И он сказал, «Мой отец родился там, мой дедушка родился там. Все они прожили всю свою жизнь в той одной комнате». Он сказал, «Я думал, что и мне суждено провести всю свою оставшуюся жизнь в той комнате». И он сказал, «У меня было такое представление, что когда ты становишься христианином, когда Бог начинает забирать у тебя все, что у тебя есть, чтобы очистить тебя и все такое». И он сказал, «Я просто считал, что так и буду жить здесь до конца жизни, и в один из дней, возможно, пойду на небеса». Но он сказал, «Я ухватился за Слово Божие, и я начал изучать его, и начал узнавать, кем я являюсь во Христе Иисусе». И он достал фотографию и показал нам свой новый дом. И он сказал, «Знаете, мы с женой строим уже шестой дом». И он сказал, что каждый следующий дом был лучше, чем предыдущий. И этот парень распространяет Евангелие по всему Китаю. Я имею в виду, он печатает христианские книги, он делает различные вещи. Но он изменил понимание. Да, он изменил. Он изменил понимание от естественного к Божьему пониманию. И это мышление поколений держало его за горло. Да, это то, о чем я говорил. Это было все, что он знал. Да. Но вот человек без образования, у него не было никакого мирского имущества. И происходило это не в Соединенных Штатах. Это произошло в том месте, где просто не было никакого возможного естественного пути, чтобы получить что-то, кроме маленького велосипеда, который у него был, и уличной торговли. Знаете, апостол Павел, путешествуя, молился конкретной молитвой. Когда мы говорим о двух различных типах понимания, мирское понимание и понимание Божье, которое является библейской концепцией и принципами того, что Слово Божье учит силой Святого Духа, я верю и говорю под вдохновением Святого Духа, что приходит глубокое понимание, Божье понимание того, что Бог действительно хочет, чтобы Его дети были управляющими финансов для Него. Это просто поднялось в моем духе, когда ты приводил пример об этом парне, который был зажат в этой проблеме в 3 квадратных метра, в той маленькой комнатке, и он думал, что будет там до конца своей жизни, до конца жизни. Я верю, что Дух Божий побуждал меня, пока ты говорил, отметить тот факт, что во время этих передач глубокое, открытое понимание вопроса Божьих финансов коснется церквей, коснется городов, коснется целых штатов. Люди, которые смотрят эту передачу, ухватятся за это, и Святой Дух должен сделать это. И для Духа Святого нет ничего слишком большого. И я верю, что это просто откроет понимание Божьего разумения вопроса финансов. И это одна из главных вещей. Чтобы быть утвержденным в вопросе финансов, вам нужно иметь Дух Премудрости и Откровение в познании Его. Помните, апостол Павел молился об этом в первой главе послания к Ефесянам? И номер семь. Мы, наконец, приходим к седьмому пункту. Знание, Откровение, о данной Богом финансовой истине. Я говорил о послании к Ефесянам 1, 17, 18. И в первом послании к Коринфянам 2, 9, 10, где сказано, «Не видел того глаз, не слышал о ухо, и не приходило то на сердце человеку, что приготовил Бог любящим его. А нам Бог открыл это Духом Своим». Поэтому в плане устроения вашего мира, в плане устроения вашего финансового мира Словом Божьим, у вас должно быть финансовое откровение, откровение богатства, откровение изобилия. Когда Святой Дух ведет вас Слово Божье, говорит вам Слово Божьего, давая вам Божье понимание этого. И когда речь идет об устроении вашего финансового мира, Брат Коупленд, Словом Божьим я сказал, что вам нужно иметь финансы, вам нужно иметь основания, вам нужно иметь устроение и затем завершающая обработка. Я записал презентации. Устраивать ваш мир значит формировать вашу жизнь по Божьему образцу. Здорово! Формировать вашу жизнь по Божьему образцу. Финансово формировать. И Бог дал свой образец во всей этой книге. Он сказал, посмотрите на Исаака. Исаак сел во время голода и получил вас сто крат. В другом случае, богатый юноша в 10 главе Евангелия от Марка, он не мог понять Божью финансовую систему и пропустил стократное воздаяние. Да, пропустил. Он поперхнулся, когда Бог сказал ему, и я всегда говорю о тесте, вам нужно пройти тест на деньги, чтобы управлять Божьими деньгами, и Бог будет испытывать вас финансово, чтобы увидеть, готовы ли вы отделиться от этого, потому что Он должен знать это до того, как Он сможет позволить вам иметь это. Понимаете, это процесс. Все это процесс обучения. Поэтому речь идет об устроении вашего мира, а это значит формировать свою жизнь по Божьему образцу. У меня есть три вещи насчет этого. Приведение вашей жизни в порядок перед Богом — это номер один. Номер два — принесение мира и удовлетворение в вашу жизнь. Когда мы делаем вещи Божьим путем, тогда это приносит мир и удовлетворение. Да. Я не стыжусь свидетельствовать о том, что я богатый человек. Мистер Рокфеллер часто говорил следующее. На одном собрании накалились страсти. Он пожертвовал 531 миллион долларов. Обстановка на собрании накалилась, люди злились и говорили, «Этот Рокфеллер». И мистер Рокфеллер постучал по столу, встал и сказал, «Бог дал мне мои деньги». Почему? Ведь он отдавал десятину, и это была его философия. И когда они возмущались из-за того, сколько денег у него было, он говорил, «Бог дал мне мои деньги». И Бог даст вам ваши деньги, если вы будете делать то, что он сказал. Номер три — становиться снаряженным для выполнения запланированной Богом цели. Позвольте мне снова повторить всё, потому что устраивать ваш мир значит формировать вашу жизнь по Божьему образцу. Номер один — приведение вашей жизни в порядок перед Богом. Номер два — принесение мира и удовлетворения в вашу жизнь. Каждый хочет мира и удовлетворения. Каждый, все верующие хотят, чтобы их жизнь была в порядке перед Богом. Почему бы не позволить Богу исправить ваши финансы? Почему бы не подчиниться Ему? Почему бы не подчиниться Его Слову и позволить Богу исправить ваши финансы? Бог хочет, чтобы вы были финансово благословлены. Бог хочет, чтобы вы были финансово способны восполнить свои нужды, свои желания, свои хотения и свои мечты. В Писании сказано, утешайся Господом, и Он исполнит желание сердца твоего. Писание постоянно говорит о Боге, «Ты приготовил предо мной трапезу». Это не похоронный псалом. 22-й псалом нужно проповедовать не на похоронах. Бог говорит в нем о том, что «Ты приготовил предо мной трапезу ввиду врагов моих». Да. «Умастил Елеем голову мою». Это прямо здесь. Не небесный. Он сказал, «Чаша моя преисполнена». Это то, как действует Бог. И Бог хочет сделать это для вас, чтобы у вас были мир и удовлетворение, беспокойство, тяжесть, напряжение. Наибольшее напряжение в системе тела Христова сейчас в вопросе финансов. И сатана пытается обманывать, что соответствующее учение является неправильным. Он пытается напомнить все эти старые вещи, которые он забросил в тело Христова. Дьявол пытается загнать Евангелие в маленький уголок, где-то в то время, когда Библия говорит «Идите по всему миру и проповедуйте Евангелие». Да. Есть силы, направленные против Евангелия, удерживающие эти деньги, прячущие эти деньги, которые являются деньгами тела Христова. И когда мы начинаем ходить в таком финансовом помазании, финансовой истине, финансовом понимании и финансовом знании, тогда эти деньги должны быть обнаружены и высвобождены. Тогда эта Евангелие будет проповедана. Эта Евангелие будет проповедана на высшем уровне. Я верю, что Евангелие Иисуса Христа заслуживает высшего уровня. Я верю, что здание церкви должно быть первоклассным. зданием. Я верю, что служители должны быть одеты как священники в Ветхом Завете. Вы можете читать в Библии, когда народ израильский был в пустыне, Бог дал строго определенные разработанные одежды, которые Он хотел, чтобы те священники носили в пустыне, где их никто не мог видеть, кроме той группы людей, которая была с ними. Но именно так Бог и хотел, чтобы оно было. Я верю, что Евангелие должно распространяться сегодня на высшем уровне. И я верю, это номер три. Послушайте очень внимательно, номер три. Позвольте мне снова их все прочесть. Приведение вашей жизни в порядок перед Богом. Ваша жизнь не в порядке перед Богом, если вы не позволите Богу благословить вас. Вы должны понимать это. Я знаю, что вы можете молиться. Я знаю, что вы прославляете Его. Я знаю, что вы любите Его. Но позвольте Ему привести вашу жизнь в порядок. И финансы — это часть Божьего приведения вашей жизни в порядок. Номер два. Принесение мира и удовлетворения в вашу жизнь. Когда вы приводите ваше финансовое положение в порядок, тогда есть мир и удовлетворение, которые приходят в вашу жизнь, когда вам больше не нужно сражаться с этой мирской системой. И номер три, что имеет огромную важность становиться снаряженным для исполнения запланированной Богом цели. Вот в чем заключается устроение вашего финансового мира Словом Божьим. Позвольте мне дать вам еще один важный пункт. Бог действует, произнося слова. Я вернулся к первой главе книги Батия. Я думаю, что я мог бы пропустить сказанное один раз, но там девять раз сказано. «И сказал Бог». «И сказал Бог». Уже сказано, что Дух Божий носился над водой. «И сказал Бог». «И увидел Бог». «И увидел Бог», что то, что Он сделал, хорошо. Но это было сотворено сказанным Словом. Поэтому вы должны провозглашать Слово, Живое Слово относительно ваших финансов. Вот еще один пункт. Какое Слово говорил Бог? Он говорил Слова Веры. И вы не можете говорить Слова Веры до тех пор, пока вы не услышали Слова Веры. Это то, что устраивает все. Вы провозглашаете Слово Божье, например, книга Батия 1.3. «И сказал Бог, да будет свет». «И стал свет». Вот утверждение. По тому же принципу и методу провозглашения Слов Веры, вы, как верующие, можете формировать и создавать вашу жизнь. Вы можете создавать в вашей жизни то, что Бог хочет, чтобы у вас было. То, что Бог хочет, чтобы вы имели. То, что Бог говорит, что вы можете иметь. Вы можете делать это, провозглашая Слово Божье. Вот еще один важный пункт. Вы можете устраивать ваши финансовые ситуации и обстоятельства Словом Божьим на основании нашего местописания, послания к Евреям 11.3. «Бог дал Своё Слово, чтобы мы могли устраивать наш мир». Посланник Ефесянам 5.1 в одном из переводов сказано, «Будьте имитаторами Бога». Будьте имитаторами того, как Бог словами привел все к существованию. Мы имеем право, как Его дети. Мы можем словами приводить вещи к существованию. Вот еще одно утверждение. У христиан был украден финансовый успех из-за того, что они формировали свой мир неправильными словами. Вы должны выбросить из своего словаря слова. Я не могу себе это позволить. Вы не можете себе позволить говорить таким образом. Вы можете увидеть что-то, что в настоящем времени вы не можете приобрести, но вам нужно указать пальцем на эту вещь и сказать, «Я вернусь». В жизни с Богом нет такого понятия, как «Я не могу себе это позволить». Когда вы, как христианин, говорите, что не можете себе что-то позволить, вы говорите, что небеса не могут себе это позволить. А небеса могут себе позволить все на лице этой земли, потому что все существующее находится под небесами. Поэтому успех верующего, успех с Богом в жизни — это жизнь полного процветания, в которой всякая нужда восполнена в каждой сфере жизни. И это не произойдет автоматически. Вы должны устраивать свой финансовый мир словом Божьим. Вы должны говорить это слово Божье. Имейте, в Евангелии от Марка 11, 23 сказано, «Имейте веру Божью». «Используйте веру, как ее использует Бог». И я учил на основании этих стихов из Евангелия от Марка 11, 23. «Имейте веру Божью, ибо истинно говорю вам, если кто скажет «Гореси, поднимись». Почему же мы не можем говорить «Горе долга»?» Конечно. Почему же мы не можем говорить «Горе недостаток»? Вы не избавитесь от них, пока не сделаете. Вы должны говорить к ним. Вы говорите к ним верой. Истинно, Иисус сказал, «Ибо истинно говорю вам, если кто скажет «Гореси, поднимись и вернись в море, и не усомнится в сердце своем, но поверить, что сбудется по словам его, будет ему, что не скажет». «Будет ему, что не скажет». Точно так же, как Бог словами привел этот мир к существованию, вы можете словами привести ваш финансовый мир к существованию. Вот о чем мы говорим. Когда я писал эту книгу, я должен был писать просто, потому что я думаю просто. Я должен был писать ежедневно, потому что я ежедневный человек. Бог использовал меня в тех рамках, в которых я думаю. Я думаю о простых вещах. Иисус использовал очень простые вещи, такие как рыба. И еще один важный пункт. Азы того, как устраивать ваш мир Словом Божьим, или азы того, как устраивать ваши финансы. Я помню, как Брат Хейген учил о Замеле основам веры. Азы здесь в том, что мы должны думать правильно. Пусть ваше мышление будет правильным. Верьте правильно и исповедуйте правильно. Говорите правильно. Вы помните, я говорил вам, что вы — думающий дух. Вы — верующий дух. То есть вы можете верить в сверхъестественное. И вы — говорящий дух. И в последовательном порядке, в хронологическом порядке, Слово Божье должно исправить ваше мышление. И Слово Божье исправит вашу веру. И Слово Божье о финансовом умножении исправит ваше исповедание. И вот почему я верю, что это хронологический порядок. Когда я занимался изучением, чтобы написать эту книгу, в ней сказано, «Вы должны думать правильно, чтобы верить правильно». Вы должны верить правильно, чтобы говорить правильно. Поэтому это должно быть в определенном порядке. Ваши мысли более могущественны, чем что-либо во Вселенной. Враг хочет добраться до ваших мыслей. И место Писания, которое мы говорим, — это послание к Ефесянам 4.23. Я сказал Ефесянам 3.23 на одной из передач, но это Ефесянам 4.23. «Обновитесь духом ума вашего». Апостол Павел написал в 10 главе 2 послания к Коринфянам, «Ими не спровергаем замыслы и всякое превозношение, восстающее против познания Божия, и пленяем всякое помышление в послушании Христу. Мы должны делать то же самое и в отношении наших финансов». Послание к филиппийцам 2.5 сказано в одном из переводов. «Пусть у вас будет такой же образ мышления, какой и у Христа Иисуса». Христос Иисус не был нищим. Мудрецы принесли сокровища Иисусу, когда Он был младенцем. Иисус отказался ехать на подержанном осле. Женщина взяла этот дорогой аромат, дорогое масло, и помазала Иисуса. Иисус сказал, что это было для Его погребения. А Его одежде бросали жребий. Его одежда, несомненно, была сделана на заказ. У Него была одежда. Когда тело Иисуса собирались хоронить, богатый человек, не бедный, а богатый человек пришел, чтобы Иисус был похоронен в гробнице богатого человека. Иисус общался с богатыми людьми. Он не презирал людей за то, что у них было богатство. И нам нужно избавиться от этой истории о бедном маленьком Иисусе и о том, насколько нищ был Иисус. Он не был. Он не был нищим. Когда в вашем распоряжении небеса в любое время, и вы знаете, что вы можете обратиться к вашему небесному Отцу, вы не можете быть нищими. Иисус взял пять хлебов и две рыбы и накормил множество людей. Он не мог быть нищим. Он не нищий человек. Он не нищий. Он сказал Петру, забрось все эти твои для лова. Я ловил рыбу всю ночь. Да, но я сказал тебе забросить их вот сюда. Когда Петр сделал это, в пятой главе Евангелия от Луки пришел прорыв в изобилии. Он не был бедным человеком. Все было в его распоряжении. В Бытии 11.6 кое-что сказано о мыслях. Сказано и сказал Господь, вот один народ и один у всех язык. И вот что начали они делать, и не отстанут они от того, что задумали делать. Когда ваш язык говорит правильные вещи, когда ваши слова в согласии с Богом, Библия говорит, что вы ни от чего не можете быть удержаны. Знаешь, в Послании к Евреям 3.1, там где сказано, «Братья святые, уразумейте посланника, того, кого Бог послал быть первосвященником исповедания нашего». Слово, переведенное здесь как «исповедание», значит «говорить то же самое». Когда мы приходим к тому, что говорим то же самое, что говорит Бог, и мы думаем о том же, о чем думает Бог, и мы поступаем так же, как поступает Бог, мы получаем тот же результат. Тот же результат. Потому что Он там, чтобы позаботиться об этом. Он первосвященник. Он следит за этим. С помазанием Божьим и поручением Божьим. Сказано в следующем стихе, чтобы исполнять это. Мы в этом не сами пособили роль. Нет. На карту поставлено Его служение. Он гарантировал то, что мы делаем и говорим основанием своего престола. Он первосвященник исповедания веры в наших устах. Скажу вам следующее. Если вы будете уделять внимание тому, о чем мы здесь говорим, вещи начнут меняться и изменяться так быстро, что вам трудно будет успевать за ними, потому что Бог в движении, и Он убрал все ограничения. И как брат Лерой пророчествовал на этой неделе, на нашей передаче, что в этом году каждый шаг, который вы делаете, будет шагом процветания, если вы войдете в Его Слово и будете верить Богу. Аллилуйя. Давайте вместе снова поприветствуем Лерой Томсона на нашей передаче сегодня. Скажу тебе, это хорошо, верно? Хорошо быть здесь. Я имею в виду, это просто сильно, то, что делает Бог. Знаешь, раньше казалось, ну же, так медленно все происходит. А сейчас это так, словно Бог говорит, «Чего ты стоишь? Давай, пошли, пошли вперед, сделаем это». Следующий уровень. Слава Богу. Давай пойдем на следующий уровень. Аллилуйя. Аллилуйя. Аминь. Знаешь, Лерой, вчера в завершении нашей передачи мы говорили о полном обновлении нашего образа мышления, того, что и как мы говорим. Как мы верим. Того, как мы верим. Именно с этой проблемой Бог столкнулся в пустыне. Он имел дело с двумя миллионами людей, обладавших рабским мышлением. Мышление Моисея было другим. Он позволил своему мышлению опуститься за эти 40 лет в пустыне. Но он знал, что значит «больше, чем достаточно». Потому что он жил в семье фараона. И дочь фараона была его приемной матерью. Дочь фараона была его приемной матерью. Я имею в виду, он видел все это. Бог сделал это с целью, чтобы он мог видеть это и вести людей. В четвертой главе послания к евреям написано, что они оказались в проблемах не из-за того, что просили у Бога слишком многого. Они оказались в проблемах, потому что они не хотели принимать тот избыток, который он предложил им. Они послали 12 саглядатаев, и те увидели избыток и вернулись. Но среди них было только два человека, которые поверили Богу. Двое из двенадцати. Тому, что сказано Богом правильно. Двое из двенадцати. Они принесли с собой оттуда плыль. Да. Бог вознегодовал на них из-за этого. Он назвал это грехом. Грехом. Каким грехом? В девятнадцатом стихе третьей главы говорится. Итак, видим, что они не могли войти за неверие. Неверие. Верие, о котором мы говорим, это не отсутствие веры. Согласно Библии, проявлять неверие значит верить во что-то отличное от того, что сказал Бог. Это неверие. И прямо здесь, в третьей и четвертой главах послания к евреям, это называется лукавством. Называется лукавым и неверным сердцем. И они не поверили в то, что могут иметь этот избыток, который он поставил перед ними. Они могли иметь тот избыток, о котором Бог сказал, что даст его им. Да. Это то, во что они не захотели поверить. Мы в подобной ситуации сейчас, в очень многих вещах. Да. Потому что Бог сказал, что тот же самый избыток доступен телу Христа. Если дело было в лукавом и неверном сердце, тогда значит сейчас дело тоже в лукавом и неверном сердце. И когда 10 из 12 вернулись таким негативным отчетом, Бог назвал это не только лукавым. Он назвал это злыми словами неверия и сомнения. И Он назвал это злыми словами сомнения и неверия, потому что Он сказал им, вот что Я даю вам. А они отказались от этого избытка. Вы не можете удержать Бога, если вы отказываетесь от этого. Но вы будете отказываться от этого. Я помню, как мой разум не был обновлен в отношении Духа Святого. Я помню, как мой разум не был обновлен в отношении веры. Я был христианином, но из-за своего разума я не мог познавать, что было благою, угодной, совершенной волей Божьей в плане веры, потому что я недостаточно знал о вере до тех пор, пока я не стал изучать, исследовать и слушать это учение о вере. Тогда мой разум обновился, чтобы быть более сильным в вере. Точно так же мы говорим о вашем разуме в плане того, что он должен быть обновлён Словом Божьим в вопросе Божьих финансов. Ваш разум должен быть обновлён. И не только ваш разум должен быть обновлён, но ваша вера должна быть обновлена. То есть, ваша вера должна быть укоренена и удалена от неверия. И тогда ваши слова будут нести жизнь, нести избыток, видеть избыток, ощущать избыток, думать об избытке. И это Он, тот избыток, который всегда должен был быть в вашей жизни. Иисус сказал в Евангелии от Иоанна 10.10, «Вор приходит только для того, чтобы украсть, убить и погубить. Я пришел для того, чтобы имели жизнь и имели с избытком». Вот здесь Иисус предложил это. В Послании к Ефесянам 3.20 сказано, «А тому, кто действующий в нас силой, может сделать несравненно больше всего, чего мы просим или о чем помышляем». Вот это опять. Затем вторая книга «Паралипоминон», когда против Иосафата выступали те пять армий. Иосафат собрал народ после того, как пророчествовал пророк. Он сказал, «Верьте Господу Богу вашему и будьте тверды. Верьте пророкам Его, и будет успех вам». Посмотрите, в 25 стихе Бог поразил врага. Все богатство было в том военном лагере. Им потребовалось три дня, чтобы собрать добычу, так много ее было. И это то, что Бог хочет, чтобы было у Его людей. Другими словами, брат Коплан, никто не может удержать от вас благословение, кроме вас самих. Если вы откроете себя для того, чтобы слушать Слово Божье, поступать по Нему, делать то, что Бог говорит вам делать, тогда благословение будет течь в вашей жизни. Мирская система не может этого сделать. Они не могут его удержать. Люди винят в этом системе, но дело не в ней. Они винят ее из-за того, что они слишком глубоко увязли в ней. Понимаете, вы должны стать, за неимением другого определения, радикалом. Вы должны стать радикальным христианином. Другими словами, я верю в то, что Бог говорит. Я буду действовать по Слову Божьему. Я буду делать то, что говорит Бог. Вам не нужно идти и говорить им это. Просто делайте. Знаете, вам нужно говорить самим себе в вашей комнате во время вашей молитвы. Говорить к самим себе. Говорить о Божьем умножении и Божьем выражении. Бог хочет расширить тело Христа. Он хочет умножить тело Христа. Нам нужен голос в финансовом мире. Нам нужно иметь возможность говорить с финансовой точки зрения, которую Бог доверил и открыл нам. И это Евангелие. Этому Евангелию нужно прийти в эти сферы, и люди должны уважать. Вот почему люди уважают ваше служение, потому что вы развили это служение от корней до плодов, и оно сейчас продуктивно. У вас есть партнёры, которые любят ваше служение, которые получают пользу от вашего служения, и ваши партнёры делятся с вашим служением, потому что ваше служение было для них благословением. И ваше служение известно по всему миру, потому что вы с Глорией применяли Слово Божье, и это Слово производит результаты. Слава Богу! И Слово Божье производит так много результатов, потому что вы его применяете. Я хочу задать вам несколько вопросов на сегодняшней передаче. Вы хотите лучшей жизни? Вы хотите жить лучше, чем вы жили? Ваше текущее состояние было сформировано верой, мыслями и словами, которые вы говорили в прошлом. Если вы хотите изменить его, измените ваше мышление, измените то, что вы верите, и измените ваши слова. В то же время вы устраиваете ваш мир или устраиваете ваши финансы Словом Божьим. Если вам не нравится ваше нынешнее состояние, тогда слушайте то, о чём мы говорим. Если вы просто хотите исправить ваше состояние, то знайте, что вы можете это изменить. Вам нужно это знать. И ещё одно, в том, что касается этих трёх принципов в отношении устроения и формирования вашего мира. Это дело не просто позитивного мышления. Первый принцип — это размышление над Словом Божьим. Опять же, давайте напомним себе, что мы являемся думающим духом. Прежде чем я пойду дальше, второй принцип. Это вера в Слово Божье. Вы верите в вашем духе, вы верите в вашем сердце. Евангелие от Марка 11, 24 и 23. И третий принцип — это исповедание Слова Божьего. Вы — говорящий дух. Поэтому мы говорили о мышлении, вере и исповедании. Помните, что в самом начале мы начали говорить о четырёх вещах на основании второго послания к Коринфянам и второго послания к Тимофею 3, 16. Это так важно, потому что я видел многих людей, чьи жизни изменились благодаря следующему — божественному порядку Божьему, по удалению ошибочного мышления и учения, затем усвоению истины в своём разуме, когда Слово Божье всегда обновляет ваш разум, и затем систематическому применению Слова Божьего. Знаете, Иисус сказал, вернее, апостол Иаков сказал в послании Иакова 1, 22, чтобы мы не были только слушателями, но и исполнителями Слова Божьего. Вот три пути того, как вы можете устроить и сформировать ваш мир через мышление, веру и то, что вы говорите. Вы являетесь тем, Кем вы являетесь, и находитесь там, где вы находитесь, из-за того, как вы думали, во что вы верили и что вы говорили вчера. Это духовный закон говорения, веры и мышления. В Матфея 21, 22 сказано, «И всё, чего не попросите в молитве с верою, получите». Вы получите. Да, но вы должны верить. И этот процесс устроения — это исправление вашего процесса мышления, исправление вашего сердца, исправление вашей веры, и затем говорение правильных вещей. Именно это я и делал, брат Копленд. Я оставался в Слове Божьем. В Послании к Римлянам 4, 17 сказано, что у нас есть право называть несуществующее, как существующее. Это дар веры. Это то, что Бог дал нам, и я использую его. Я называл свою ситуацию, когда всё ещё был в долгах, и у меня всё ещё были финансовые проблемы, но я увидел истину. И когда я увидел истину, я начал наполнять своё мышление этой истиной. И я начал верить в истину. И моя жена и мои дети начали следить за теми словами, которые говорили в доме. Мы не собирались говорить ничего, кроме того, что Бог сказал. Слово Божье подняло нас со дна на вершину. Это Слово, Слово Божье. Бог не человек, чтобы Ему лгать. Вы знаете это. Если Он сказал что-то, Он это сделает. Бог следит за Своим Словом, чтобы исполнить его. Именно так, как я читал его, именно так, как я верил в него и поступал по нему, и принял учение об этом, Слово Божье сделало точно то, что Он сказал. И оно сделало то же самое для любого, кто слушает его. Слово Божье сделает это. И вот ещё один момент. Если в вашем духе есть понимание, «Богу приятно процветание Его раба», как сказано в одном из переводов в 27 стихе 34 Псалма, тогда вы должны быть богаты, если это есть в вашем духе. Читайте это. Размышляйте над Псалмом 34, 27. Я всегда говорил про Псалмом 34, 27, что если Богу приятно процветание Его раба, насколько более приятно Ему процветание Его сына и Его дочери. Да, да. Я почерпнул это из твоего учения, или из учения брата Хейгена, о двух сторонах Писания, что оно верно как с одной, так и с другой стороны. Поэтому, если Богу приятно процветание Его раба, то, с другой стороны, Богу неприятно страдание Его детей. Богу неприятно страдание Его детей. Да. Когда Он так много для них обеспечен. И страдание Иисуса вовлечено в это, Лерой. Да, я знаю. Я знаю. Сделался проклятием за нас. И нищета во всей Библии определяется как проклятие. Ее никогда не называли благословением, и она никогда не приходила по установлению Божьему. Да. И мы не должны ее принимать. Не должны. Единственное, как мы можем это делать, это взять Слово Божие, вооружиться им, вооружиться откровениями из Божьего Слова, верить в Него, действовать согласно Ему. Тогда Слово Божье исполнится в нашей жизни. Я знаю это точно. Не только благодаря откровению, но также и на опыте. Вы можете устроять. Я спрашивал Бога. Я спрашивал у Духа Божьего. Я так жаждал узнать ответ, потому что я быстро понял, что мое мышление очень... Да. Это не Бог был моей проблемой. Со мной было то же самое. Мое маленькое, запутанное мышление было моей проблемой. И мои слова выдавали это. Да. Полное соответствие порядку. Мышление, вера, говорение. И я ухватился за это. И я оглядываюсь назад. И знаю, что это был... зная, что Дух Божий дал это мне. Для того, чтобы изменить то, как вы думаете, вы выбираете и думаете о чем-то еще. В нашем случае о Слове Божьем. Да. Целенаправленно. Целенаправленно. Вы выбираете это, и вы думаете об этом снова, снова, и снова, и снова, и снова, пока вы не начнете думать об этом уже, не задумываясь. Да. Это становится частью вас. Частью вас. И Божье Слово изменит ваше мышление. Изменит ваш Дух. Когда вы принимаете Иисуса как Господа своей жизни, Библия говорит, что вы были рождены свыше не от тленного семени, но от нетленного семени, от Слова Божьего, которое живет и пребывает вовек. Именно Слово Божье совершило это. Именно Слово Божье обновит и изменит ваш образ мышления. Но вы должны выбрать Слово Божье и мыслить его категориями, пока это не окажет такое изменяющее влияние на вашу мышление. Боже мой, это сильно. Это абсолютно превзойдет ваши обстоятельства. Да. Пока ты говорил, Дух Святой дал мне следующее. Обновление и оживление происходят в то же самое время. Это обновление вашего ума и оживляющая сила, оживляющая сила Духа Святого или оживляющая сила Слова Божьего, которая есть в Духе Свет, начинает производить, за неимением лучшего термина, другое расписание в вашем Духе. Она начинает изменять сложение на умножение. Это просто начинает показывать вам экстраординарное. Знаете, вы либо служите посредственному Богу, либо страшному Богу, либо потрясающему Богу. Я выбрал служить потрясающему Богу. Да. Некоторые люди служат посредственному Богу. Я не служу посредственному Богу. Нет ничего посредственного, абсолютно ничего посредственного в Боге. Если вы не знаете истину из-за обольщения или из-за того, что вы живете ниже вашего уровня, не исправляете ваше мышление, не исправляете вашу веру и не исправляете ваше исповедание, вы будете думать, что Бог, основываясь на учении некоторых церквей, что Бог — страшный Бог, что он просто хочет, чтобы вы жили скудно и едва сводили концы с концами здесь на земле. И эта жизнь преуспевания никогда не была волей Божьей. Скажу тебе, брат Копленд, мне пришлось исправить мое мышление, хотя именно так я и думал. Я находился в этой коробке, думая о том, что я слышал, когда был маленьким, что я слышал от других людей. Я купил маленькую коробку-игрушку, с которой разрешаю моим внукам играть, и из коробки доносится голос «Выпустите меня отсюда!» Именно это я пробовал многие годы. Да. И когда я ухватился за слово Божье, я выбрался из этой коробки и нашел совершенно новый мир. Леру, я вспоминаю один случай из моей жизни. Я был в таком сильном мучении, ведь я знал, что Бог хотел, чтобы я делал. Я знал в своем сердце, что должен был взять свою семью и поехать в Талсу. Университет Орел Робертса только открылся. И я должен был быть там. И я знал это. И я помню, как я сидел в комнате моей матери, и мы с ней обсуждали это. Говорили об этом. Я так разочаровался. Я был так расстроен. И я сказал, мама, я могу понять, что Бог исцеляет мое тело. Я понимаю, немного рождение свыше. Но, мама, я не могу понять, как Бог может дать мне деньги. Но, мама, я был так этим расстроен. Но у меня не было никакой веры в это. И именно поэтому я и был расстроен. Четвертая глава послания к евреям говорит, что мы стараемся войти в его покой. В его совершенную работу. Я по-прежнему не понимал это. И был непослушен Богу настолько, что чуть не довел свою семью до гибели из-за этого. Мы попали в большую автомобильную аварию. И тогда, наконец, я сказал, это не мое дело, как он даст мне это. Это его дело. Я знаю, что он будет честен. Он будет честным в этом вопросе. Я не должен больше об этом беспокоиться. Давайте, мы едем в Талсу. И нам едва хватило денег, чтобы доехать туда из Форт-Ворта. Но когда я сделал это, то начал ощущать мир в отношении этого. Самое смешное, что именно поэтому Бог и послал меня в Талсу, чтобы я начал узнавать об этом. Узнавать об этом. Да, вы должны узнать об этом. И вот почему Бог в течение трех лет пытался сделать так, чтобы я снялся с места и следовал за тем, что Он говорил мне делать, потому что это именно то откровение, которое Он хотел, чтобы я имел. О вере в семя, сение и жатве. Слава Богу. Слава Богу. И пока я был в Талсе, я начал учиться тому, как соединять мою веру с этим. Я нашел кассеты брата Хейгена. Я работал в его ингредиционной команде брата Орла Робертса. И я был на всех его собраниях. Я смотрел за тем, как он действовал, а также слушал, как брат Хейген учил меня о том, как он действовал. И богатство всего этого было там, куда Бог с самого начала призывал меня. И все эти проблемы были из-за того, что я не хотел оставить все и идти. Неверие и сомнение. Если вы не будете слышать правильное учение, неверие и сомнение съедят в вас. Вам нужно слышать правильное учение. И люди должны отказаться, просто отказаться от этих неправильных концепций. Просто скажите, «Я не прав». Это не работает. Когда вы поступаете таким образом, тогда Дух Божий... И вы на своем пути к свободе. Вы на своем пути к свободе. Как-то я общался с группой людей на улице. И Господь позвал меня. Он сказал, «Я хочу поговорить с тобой. Я хочу отделить тебя». Я не знал точно, чего он хотел, но я пошел. У нас с женой был мобильный дом. Поэтому я пошел и сел на передние сидения. Я сидел там, и моя рука делала вот так. Я знаю, что деньги приходят. Понимаете? Я знаю, что Бог научил меня, как сказать людям, «Давайте тянуть». Деньги приходят ко мне сейчас. Деньги приходят к телу Христа. Но потом Господь продолжал. Примерно шесть раз я сделал рукой вот так, и, наверное, на седьмой раз, когда я сделал так, Он сказал, «Высвобождай свое семя и принимай урожай». «Высвобождай семя и принимай урожай». Я верю, что ты будешь принимать пожертвования сегодня. Разве сегодня не день пожертвований? Послушайте, «Это пришло ко мне пророчески, и это хорошее время, чтобы вы применили это на практике». Дух Божий, я просто открыл это моей церкви, но я хочу открыть это вам. «Высвобождайте семя, принимайте урожай». Многие люди высвобождали, но они не принимали, или они пытались принимать, не высвобождая. Не высвобождая. Не высвобождая. И знаете, в Библии сказано, во втором послании к Коринфянам 9.10, что Бог дает семя сеющему. В конце этого стиха сказано, что Он умножит плоды их праведности, и мы ссылались на тот факт, что 111-й Псалом приравнивает праведность к состоянию и богатству. Да. Поэтому в этом стихе есть богатство. Бог открывает, что Он сделает для того, кто правильно обращается со Своим семенем. Помните, сказано, «Кто сеет скупо, тот скупо и пожнёт, а кто сеет щедр, тот щедро и пожнёт». И я хочу, чтобы те, кто нас слушает, практиковали это, потому что Бог дал это мне. Высвобождайте ваше семя и принимайте ваш урожай. Будете ли вы делать это вместе с нами сегодня? Высвободите ли вы ваше семя и примете ваш урожай? Я хочу, чтобы вы сделали это с нами сегодня, как шаг веры. Я хочу, чтобы вы сделали это, потому что я верю, что это от Бога. Иногда Бог даёт иллюстрацию, Он даёт демонстрацию, чтобы сделать что-то. Поэтому я хочу, чтобы все, кто смотрит передачу, сделали это, и не только сейчас, но я хочу, чтобы вы продолжали делать это. Делайте это верой. Вы высвобождаете ваше семя и принимаете ваш урожай. Это будет прорыв. Иисус – Господь жатвы. И вы, вы освобождаете ваше семя к Нему. Но вы не просто стоите там. Вы сосредотачиваете ваш разум на Господе урожая и верою. Верьте, что вы получаете это. Верьте, что получаете это. Это мое, это принадлежит мне во Христе Иисусе. Во Христе Иисусе. Как мы уже раньше говорили, Пятница является на передаче «Победоносный голос верующего» днем пожертвований, потому что Господь конкретно сказал нам делать это таким образом. Послушайте, все, о чем говорил брат Лерой, высвободите ваше семя и примите ваш урожай. Все это прямо здесь. Наставляемый словом «Делись всяким добром с наставляющим». Не обманывайтесь, Бог поругаем не бывает, что посеет человек, то и пожнет. Сеющий в плоть свою, от плоти пожнет тление. Да. А сеющий в дух, от духа пожнет жизнь Божью. Зоуэ – жизнь вечную. Вы высвободили это в духе, будучи послушны Слову Божьему, и будучи послушны тому, чему вы научены. Когда вы высвобождаете это в духе, вы начинаете принимать. Ваше пожертвование. Да. Теперь в нем есть жизнь. В нем есть жизнь Божья. Теперь у вас есть силы принимать, и урожай придет. Он придет. В этом нет никаких сомнений. Во имя Иисуса. Поэтому сделайте вместе с нами следующее. Скажите это вслух. Я высвобождаю мое семя. Я принимаю мой урожай. Сделайте это еще раз. Я высвобождаю мое семя. Я принимаю мой урожай. Брат Орел Робертс, мой духовный отец, недавно мы с Глорией ездили к нему в гости. Он не может разговаривать с вами, не говоря о вере в семя и об урожае. Он не может не говорить об этом. Ему уже 90 лет, и он не может разговаривать с вами, не говоря об этом. Он сказал, «Скажи людям, сосредоточиться на Господе жатвы». Вы сеете ваше семя и отпускаете его. «Сосредоточьте ваш разум на урожае и верьте, что вы получаете его». Он сказал, «Это похоже на старые машины, на которых мы когда-то ездили. Включаешь передачу, отпускаешь сцепление и позволяешь ей ехать». Он сказал, «Устремитесь к урожаю всем, что у вас есть, всеми вашими мыслями и всеми вашими словами». Это именно то, что Господь дал тебе, чтобы ты дал нам. Господь Иисус, спасибо тебе. Боже мой, Лерой, что это была за неделя? Слава Богу! Если вы хотите заказать наши книги, напишите нам по адресу, который вы видите на экране. Послушайте, будьте частью хорошей церкви. Прибывайте в Слове Божьем и делитесь этим. До встречи на следующей неделе. Брат Лерой будет с нами всю следующую неделю. А пока мы, Каннет Копланд и Лерой Томпсон, снова напоминаем вам, что Иисус Господь.